Здравствуйте! Мы начинаем прямые эфиры на Укралайф ТВ. Я хочу напомнить, что в прошлом году Укралайф ТВ имела честь немного, совсем немного информационно поддержать замечательное издание, которое называется «Порода. Антология украинских пасменников Донбасса». И мы уже говорили, встречались в прошлом году, обсуждали это замечательное издание, а сегодня у нас в гостях два автора, произведения которых опубликованы именно в этой антологии. Итак, представляем, поскольку они первый раз в нашей студии, ну уж пусть не обижаются, буду читать пока писульки ваши имена. Элина Михайловна Свинцицкая, писатель, поэт, доктор наук, профессор, выходец из Донбасса. Здравствуйте! Здравствуйте! И Галина Владимировна Чумак, которая возглавляла и была директором областного художественного музея с 2004 по 2016 год. Представляете, Галина Владимировна, по 2016. Ну вот, знаете, я понимаю, что ваши произведения опубликованы в этой антологии, и мы, наверное, вернемся к этому. Но поскольку вы выходцы из Донбасса, наверное, к вам главный вопрос, который уже многие годы беспокоит очень многих украинцев, почему? Почему это случилось с Донбассом? И очень многие говорят о том, что, ну вот, население на Донбассе всегда было пророссийским. Ну, раз пророссийским они там Путина звали, вот и получили. Вот вы мне скажите, это так или нет? Прошу. Ну, во-первых, мне не очень нравится слово «население», и не очень нравится, в принципе, слово «все», когда речь идет о людях. Вот, когда речь идет о людях, наверное, все предложения, которые начинаются со слова «все», они, ну, истинные, дай бог, чтобы наполовину, а то и меньше того. Просто потому, что люди разные, они разные в моменты думают по-разному, ну, и вообще человек – это понятие такое многомерное и многослойное. Вот, ну, тут как бы речь идет о конкретном вопросе, ну, честно говоря, у меня не сложилось абсолютно впечатление, что там все, абсолютно или даже большая часть, были настроены пророссийски, были настроены по-разному, были настроены действительно очень неоднозначно. Вот, то, что, ну, вокруг меня были люди настроены проукраински – это абсолютно, безусловно, так. Вот, потому для многих вопрос оставаться, не оставаться был, в общем-то, ну, вопросом больным, вопросом тяжелым. И потому, ну, вот, возникает и сейчас ситуация, когда люди уезжают, потом возвращаются, потом снова уезжают, таких историй масса, я думаю, Галина Владимировна это тоже наблюдала. Это действительно, ну, очень больно, это действительно очень тяжелый опыт, и так или иначе с этим нужно считаться. Галина Владимировна, вот вы-то как думаете, у вас было такое чувство, что вот, ну, Донбасс всегда вот там был как-то пророссийски ориентирован? Знаете, я еще в 94-м году читала статью «Прогноз по Гегелю доктора философских наук» Вадима Дишканта, может быть, Дишканта, не знаю точно, которое он спрогнозировал сразу после импуча августовского, спрогнозировал развал Советского Союза, и то, что потом произошло, отход Прибалтики, отход Украины, и в том числе то, что произошло сейчас в Донбассе, понимаете? А на чем он основывался? Почему? Как он мог это прогнозировать? Геополитические процессы. Основа геополитические процессы. То есть, только на меня нет двух больших стран? Он писал не только в Советском Союзе, он писал о мире вообще, но в частности спрогнозировал все грузинские и кавказские войны. То есть, то, что он там написал, на сегодняшний день все сбылось. В том числе он написал «Отойдет Донецк и Луганск», и Донецк и Луганск отошел. Вы понимаете, насколько было трудно в это поверить в 1994 году? Хотя уже Советский Союз развалился. То есть, с одной стороны, я как бы это знала, но я к этому, безусловно, не была готова. Это первое. Второе, абсолютно согласно с Элиной, что наш народ донецкий, я бы его разделила на несколько частей. Есть люди, которые, безусловно, хотели Путина. И мы знаем, что это за люди, откуда они. Они почти все приехали из России в 30-е годы или позже, когда, например, строился Авдеевский, и так далее. То такое, у них родственники в России, вот они так и считали. И действительно, у них в мыслях всегда сидит там мысль такая, где русский, там и Россия. Вот и все. Другие, огромное количество людей, патриоты Украины, которые считают свою родину Украину, которые считают Донбасс Украиной, которые знают хорошо историю. И третья категория, которая ничего не понимает, ничего не знает, люди необразованы. У нас вообще очень плохо люди знают историю. Вообще. Если человек не знает историю, можно считать, что он необразованный человек. Это догма. Это надо один раз принять. Но люди не хотят этого принимать. И, так сказать, закопаться в историю тоже не хотят. Ну, тут и есть такие, знаете, ситуации. Ведь мы же учились и жили по советской историографии. От нас очень многое скрывали. Тут и обвинять особо тоже нельзя. То есть сегодня есть доступ. А вчера не было. И позавчера не было. Я абсолютно убеждена, что это действительно геополитический процесс. Нам надо это пережить. Нам надо устояться как государство. Нам надо устояться как нация. Это испытание, которое наш народ должен пережить. В этом я глубоко убеждена. Знаете, может быть, а может быть и не надо, а мне кажется и надо. Давайте вспомним, вот как для каждой из вас начиналась эта оккупация или эта война? Как вы скажете? Какое определение вы скорее дадите? Ну, скорее, я начну, наверное. Во-первых, так получилось, что я была в Киеве, когда был Майдан. Я была в отпуске и заодно тут и работала. Мне нужно было как раз с 18-го троллейбуса, с Майдана, поехать в Союз художников, повезти письмо, которым я просила передать нашему музею произведения известного художника, выдающегося, я бы сказал, украинского графика, нам на выставку, а потом и в дальнейшем в дар. И я когда везла это письмо, вот как раз проходила через Майдан, все своими глазами видела, так сказать, сердцем переживала все это. И на обратном пути, когда через неделю возвращалась, я уже забирала с визой, и уже произведения, так сказать, были наши. Вот, мы готовили каталог двух художников, Пащенко и Тищенко, и вот как раз эти художники, нам не хватало их для завершения красивого каталога. Вот. А потом домой приезжаю, а там уже тоже бурлит, все бурлит. А музей же рядом с обл. госадминистрацией, поэтому все это, безусловно, на моих глазах происходило. Но не секрет, и все это прекрасно знают, что завозили автобусы из Ростовской области, с контингентом, который нуждается в социальной поддержке, скажем, да, им за это заплатили, они приехали сюда, им сказали, что надо кричать, они это и кричали. Говор российский отличается от донецкого, украинского, моему филологическому уху. Это сразу слышно, понимаете? Потом то, что они говорят, как они говорят. Возле госадминистрации был установлен рупор огромный. Все время звучала, что моя страна огромная. Это было невозможно, особенно весной вот как раз. Окна закрывали, потому что это было невозможно слышать. Маты сплошные, ругань сплошная. Это было безобразие. И большая опасность была для музея, безусловно, потому что народ бегал с дубинками, с какими-то арматурами, ну, в общем, с такими предметами, которыми можно было спокойно повредить. Окна. Ну, для музея, собственно, было это опасно. Вот. Это как раз самая главная причина, которая меня вынуждала там оставаться. Я как директор несу ответственность за все, что находится в музее. За все фонды музея, за оборудование, за кадры. Я не могу просто так взять и убежать. Взять, рассчитаться, уехать. Можно было. Ну, я не из трусливых, во-первых. Во-вторых, я человек ответственный. Взяла на себя ответственность стать директором. Неси этот голос, отвечай за это. Вот. И до той поры пока... Ну, я знала, что когда у нас в апреле заключали договор, Министерство культуры ДНР заключало с каждым руководителем областного звена договор, контракт. Со всеми заключили на три года, со мной на год. Я знала, что у меня есть в запасе год. Я за этот год поставила себе задачу выполнить то, то, то и то. Знаете, программа минимум, программа максимум. Мне нужно, как бы поставила себе задачу, как можно больше пополнить фонды, чтобы дать возможность работникам, научникам работать над этими фондами, выставки делать и так далее. Нужно было отремонтировать выбитые окна. В результате взрыва... Там пару взрывов было на химическом заводе, или как-то он там называется, сейчас уже точно не помню. Ну, говорили о кем заводе. Подорвали пороховые склады, что-то в этом роде. И такой силой была волна, что она дотянулась до музея, и несколько окон полетели. Ну, так, чтобы честно сказать, 21 окно. И из рабочих кабинетов, и экспозиционных площадей, и с фойеем, и так далее. Это надо было застеклить. С одной стороны, на следующий день были застеклены окна. Это помог сделать председатель и тогда, и сегодня, он председатель Ворошиловского исполкома. Но он застеклил только экспозиционные залы и фойе. А рабочие кабинеты и подсобные помещения, они были просто забиты фанерой. Этому один друг, предприниматель, помог за свои деньги, привез фанеру и застеклил. Так что надо было как-то сохранять кадры, потому что и научные сотрудники разъехались. Понимаете? То есть, ну, за этот год я сделал все, что я могла сделать. Все, что могла, все, что было в моих возможностях. И когда закончился мой контракт, а меня тут работа уже ждала. Она меня еще с конца 2014 года ждала. Но я просто не могла уехать. А после этого я спокойно уехала сюда и здесь уже работаю в Национальном художественном музее Украины. Ирина Михайловна, а для вас? Мы потом обязательно вернемся еще, поговорим о жизни в оккупации. Но вот сейчас все-таки как для вас начиналась эта война? Ну, для меня это, ну, примерно конец семестра. Это ситуация, когда преподаватель вообще не очень обращает внимание на то, что происходит с ним, что происходит во внешнем мире. Он ведет группу к окончанию. У него последние занятия, последние контрольные перед экзаменом. Он выясняет, ну, что и как у каждого студента. Ну, собственно, он занят совершенно другим. Вот то, что как бы мне было и страшновато, и непонятно, вот как-то так виделось боковым зрением, но не доходило полностью вот до сознания. Там другие какие-то флаги на учреждениях. Непонятные совершенно люди со следами глубокого алкоголизма на лице толпами, с какими-то палками на бульваре Пушкина. Вот это вот то, что я видела. Ну, наш университет недалеко от облгосадминистрации находится, около здания мешки. Вот, и постоянно голоса моих дочерей, которые уже уехали на тот момент о том, что мама, не ходи туда, не ходи на работу, не ходи вообще по возможности никуда, потому что там может быть плохо. Вот, но все ощущалось настолько абсурдно, что не могло длиться долго. Вот, и, собственно, ну, наверное, моя ошибка была в том, что я переносила, ну, свойственные нормальному человеку здравый смысл, вот, здоровые эмоции на политическую область. Вот, было ощущение, ну, полной какой-то беззащитности, полного бездействия, ну, милиции и так далее. И, ну, вот, ощущение, что в любой момент может случиться все, что угодно. Вот, ну, в конце концов, стало страшно. Я просто уехала в Киев. Вот, а потом, собственно, когда до меня стала доходить глубина того, что происходит, это когда где-то в конце сентября позвонил, ну, заведующий кафедрин, ну, то есть до этого было непонятно, были разные указания, работаем в дистанционном режиме обычно, вот, самое нормальное, адекватное. Я начинала делать, в общем-то, какие-то курсы для, ну, в интернет-варианте, ну, то есть было много работы, когда я находилась в Киеве, а потом, в общем, позвонил заведующий кафедрой и озвучил вопрос следующим образом. Либо я возвращаюсь и работаю в Донецке в университете уже Донецкой Народной Республики, либо я остаюсь и работаю, ну, на тот момент неизвестно где. Ну, нахожу как-то сама себе работу. Честно говоря, я думала очень долго. Все было, ну, неоднозначно в моей ситуации, потому что, ну, как, с одной стороны, не было полной ясности по поводу того, что ДНР, ну, скажем так, в самом своем мягком варианте, это возврат к СССР, что не есть правильно, ну, хотя бы потому, что нельзя ступить в одну и ту же реку дважды. Когда человек это делает, он обрекает себя на утопический тип сознания, что неминуемо ведет его гибель. Ну, не говоря обо всех прелестях СССР, которые, ну, как-то вот на тот момент уже были известны. Но то, что, по сути, как бы это все-таки террористическая организация, мне тогда было не совсем ясно. Вот. Ну, а обстоятельства, ну, собственно, так же, как у всех, кто остался в конце концов там, они очень разные. Вот. Вот. Очень трудные. Не через все, возможно, вот спокойно переступить. Вот. Собственно, повлияло на мой выбор то, что, вот, ну, я позвонила своим коллегам, сказали, что, в общем, было собрание университета, и на этом собрании решили с 1 октября начинать работу в нормальном аудиторном режиме. На тот момент в Донецке уже стреляли. Вот. Ну, и представьте ситуацию. В университете учится много иногородних студентов, которым как-то добираться. Добираться. Как я дальше с этим буду жить? И я тогда сказала спасибо, извините, но без меня. Вот это вот без меня, честно говоря, и до сих пор вот этот вот момент болит, и до сих пор я вот этого не понимаю, и в голове не укладывается, как на это можно было пойти, при том, что, ну, были варианты другие, более нормальные. Вот. Ну, во всяком случае, я на это пойти вот со своей просто совестью не могла. И перекладывать ответственность на студентов, мол, пусть они решают, как им учиться, идти или не идти на лекции, ну, извините, мне лично совесть не позволяет. И вот, собственно, тогда для меня начался опыт переселенца, начался опыт, ну, разрыва связей, когда, с одной стороны, я продолжала жить в Киеве, вот, начала работать в Виннице, куда переехала часть университета, которая не была согласна с ДНР, и, в общем, постоянно ездила в Донецк, где был тогда больной отец, была мама, был сын, был муж, вот, ездила. То есть вы пересекали все время эти контрольные посты? Да, довольно часто, ну, работа в Виннице это позволяла, поскольку там как раз была возможность работать, ну, на платформе, на интернет-платформе университета и приезжать только на начитку, только на определенные периоды. Поэтому я довольно часто пересекала линию разграничения, вот, плюс еще ездила в Крым к своей младшей дочке, вот, и вот таким образом прошли два года. Вы знаете, вот, мы очень часто, вот, в прошлом году мы вдруг стали говорить о том, и очень хочется говорить о том, как мы будем жить после войны. Вот когда она закончится? Как нам понять друг друга, простить друг друга? Вопросы амнистии будут стоять, я думаю, что очень важно, и для многих жестко, и для многих болезненно. И вот я хотела бы вам адресовать этот вопрос, потому что вы знаете, что такое жить в оккупации? Вы тоже, потому что вы ездили, вы видели. Скажите, пожалуйста, вот существует же, знаете, много таких мифов. Один из мифов о том, что все, кто там остались, ну, вот они все предатели. Все, кто как-то сотрудничал вот с вот этими людьми, так называемыми, там, лидерами так называемых республик, что они все тоже предатели, потому что они же сотрудничали, они там коллаборационизмом занимались, да? Вот скажите, где здесь грань? Грань между теми, кто говорит о том, что вот все они предатели, или теми, кто говорит, что жизнь ведь сложнее, и все не так, и что там осталось много обязанностей и долгов перед тем же государством, и перед людьми, которые там остались перед близкими. Вот как здесь провести черту? Как понять друг друга? Вот вам забрасываю просто этот вопрос, давайте поговорим об этом. Важный же вопрос на самом деле. Ну, вот я вам скажу, если так рассуждать, тогда на тот кусочек времени, что я там была, я тоже предатель. А как же, я же сотрудничала, я же заключила договор с ними. А кто будет отвечать за 15 тысяч фондов, которые у нас находятся, произведений изобразительного искусства? Живопись, графика, декоративно-прикладную скульптуру, западноевропейское, русское, украинское искусство. Кто за это будет отвечать? Кто будет? Кто? Вот я уйду. Вот сейчас пришла туда женщина, которая ничего в этом не понимает, Но самое главное, слава Богу, она поняла, что это надо сохранять. Ну, мог быть другой человек, правда? Ну, надо отдать должное, там половина работников Министерства культуры, оно из Управления культуры. Ну, сотрудники. Так называемого, да? Ну, да, так называемое сегодняшнее ДНРовское Министерство культуры. Эти люди понимают, что это надо сохранять. Вот это положительный фактор. Тут я хотя бы за это спокойна. А дают деньги, там сейчас финансируются гораздо лучше, чем при мне. Ну, возможно, я лично, моя личность была здесь причиной, не знаю. Вот, финансируются неплохо, вроде бы. Ну, конечно, о никаких выставках речи быть не может. Они ездят в командировки хорошо в Россию, насколько мне это известно. Вот. Они продолжают реставрацию. Но это что касается музея. Вот. Я знаю, что хорошо работает, активно очень работает оперный театр, филармония, драматический театр. Все это финансирует. Россия, безусловно, финансирует. То есть создается такой вид, что поддерживает... Там сплошной праздник. Там сплошной праздник. Война – это у нас. А у них это праздник сплошной. Но... Но это же только в центре города, наверное. Безусловно. Ну, безусловно. Поэтому чуть дальше ветки, вы знаете ветку, чуть дальше ветки. Ну, конечно, северный там. И на северном уже взрывы были, и на ветке были, и на пятом участке. Это как раз там, я не говорю уже, за сядька там. Все хорошо простреляно. А Бутовки несчастные, я тоже не говорю. Вот дальше ветки и пошло. Хотя было и раньше. Там же, помните, там воинская часть на Щерсе. Там было обстреляно хорошо. Но люди, которые остались... Трудно говорить. Сотрудничают тоже по-разному. Понимаете? Можно молча выполнять свое дело. Продолжать. Работает художественное училище, работает музыкальное училище, работает училище культуры. Работает... Вот не знаю, насколько... Как он сейчас работает в шахтерский кинотехникум. Нет у меня информации. Но, в общем-то, все как бы поддерживается. Но, опять же, мы не можем заглянуть в душу каждого человека. Он только выполняет свои обязанности, сохраняя свою структуру, сохраняя кадры. Война закончится, эти кадры будут нужны. Но не убивать же там все. Ну, давайте убьемся. Это тоже не есть правильно. Вот Вадим Писарев вернулся в Донецк. Я не знаю основной цели его возврата. Но школа Писарева работает. И когда закончится война, Донецкий балет будет так же славиться. В этом у меня нет сомнений. Не будет, не будет, понимаете, очень просто с плеча вот так взять и отрубить все предатели. Нет. У Лины Костенко есть стихотворение. Я его не прочитаю, но расскажу. Галилео Галилей. И какая-то старушка, Санта Симплицитас, подошла и бросила бревнышко в костер. Вот. И у Лины Костенко заканчивает стихи, что да, он признал как бы свою вину, но кто при этом видел слезы в его глазах. Или не слезы, кто при этом видел его глаза. Понимаете? Так и здесь. Нельзя с плеча рубить. Нельзя. Вы почувствовали в какой-то момент, ну и вы тоже подключаетесь, наверное, к этому разговору, что вот эта оккупированная часть Донбасса как бы отходит от Украины или нет? Или это нам только тут-то кажется, потому что мы не знаем новостей вот в той части, как нам бы хотелось и так далее. Вот какие у вас чувства? Или наоборот, люди там сидят и думают, что все равно мы часть Украины, и вот мы сейчас как-то перекантуемся, а потом вернемся? И то, и то. Есть огромное количество людей, которые ждут, не дождутся Украины. Есть огромное количество людей, не меньше, которые ждет, не дождется, когда наконец закончится война, а придет Россия. Понимаете? И то, и то есть. Есть люди, которые так ничего не поняли, но пропаганда там работает очень сильно. Очень сильно. Они так представляют Украину. Мы же тут все бандеровцы, мы же тут все фашисты. Фашизм у нас тут процветает. И это мы начали войну, и это мы обстреливаем Донецк, и Донбасс. Понимаете? Украина это все делает. И они в конце концов начинают в это верить, потому что это не один день, и не две недели, и не три месяца, а четыре года. А мы в этом очень сильно недорабатываем. Очень сильно. И я глубоко убеждена, что наша вина в этом очень большая. Мы недорабатывали в этом направлении до войны, в Советском Союзе. Мы в этом вопросе недорабатываем. Потому что я родилась и выросла в Донецке, и я могу точно сказать, русский язык никогда никто не обижал, а вот украинский язык всегда обижали. А вот украинскому развитию, культуры, образованию никогда не уделялось такое внимание, какое должно было быть уделено в Донбассе, в Донецке. Лина Михайловна, вот все-таки про то, как жить на оккупированном территории, как жить после войны, это важный вопрос. Ну, честно говоря, я и думаю, что не только я, просто так далеко уже сейчас не заглядываем. Потому что когда-то было такое ощущение, что вот-вот буквально месяц, еще, ну вот когда я уезжала в августе, все говорили, что к Новому году мы обязательно вернемся. Вот, а сейчас уже такого ощущения нет. Понятно, что все это надолго. Вот, по поводу, ну, реакции внутреннего отторжения, как бы и их от нас, и нас от них, тут тоже все неоднозначно. Ну, вот в одной из моих поездок, для меня таким шоковым моментом, было, когда я увидела портрет Сталина, очень большой, около второй школы. Галина Владимировна тоже его видела. Вот сразу же ощущение, что вот в таком месте, где стоят портреты Сталина, я точно не смогу жить и работать. Возле кинотеатра Шевченко, возле оперного театра. Да, 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 да. Но в следующий приезд, вот их уже и нету. Не знаю, почему, что там внутри происходит, непонятно, собственно, что я хочу сказать. До нас, которые здесь, вообще далеко не все доходит из того, что происходит там. Как живут, что думают нормальные люди. Это естественно. И, к сожалению, больше доходят голоса тех, которых, в общем-то, вполне устраивает все, что здесь происходит, и которые, ну, как бы, вот делают вид, как будто бы вообще не происходит ничего. Как будто бы жить во время войны – это нормально. Как будто бы нормально идти на работу и слышать взрывы. Как будто бы нормально, ну, вообще то, то, что человеку постоянно что-то угрожает. Вот люди к этому, ну, как это не кощунственно звучит, но привыкают. Вот. В этом плане, ну, вот как-то вот говорить «мы» и «они» и, ну, глобально ставить вопрос, наверное, просто нет смысла. Вот у Чехова есть очень хороший завет. Надо смотреть каждый индивидуальный случай отдельно. Там тысячи таких абсолютно разных индивидуальных случаев. Ну, то есть есть, в принципе, понятно, предательство и сотрудничество с оккупантами – это действительно на самом деле разные вещи. Я не готова сказать, где проходит грань, но вот когда разбирается каждый индивидуальный случай, там эта грань совершенно понятна. Вот одно дело, когда, опять-таки, ну, вот в отношении моих коллег остались студенты, которых надо продолжать учить. Вот кто-то должен это делать. Вот нормально, что люди это делают. Нормально, что люди это учат. Ну, что люди и хочут. Понимаете, вот ситуация войны, она прежде всего отключает в человеке механизмы вот такого развернутого думания. С одной стороны, но с другой стороны. А еще есть третья сторона и четвертая сторона. Вот она практически у каждого явления, у каждого поступка есть. Но в кризисные времена первое, что вот слетает с человека, к сожалению, напрочь, это вот умение рассуждать именно таким образом. Вот если, ну, через сколько-то, дай бог, лет, вот хотя, скорее всего, десятилетий, вот этот механизм у людей в целом включится, то, в общем-то, все возможно. И, возможно, все самое хорошее. То есть вы считаете, что мы потеряли эту оккупированную часть надолго? Вот из того, что вы сейчас сказали, я почувствовала, да? У меня, да, у меня такое ощущение, что это да, это всерьез и надолго. Честно говоря, не все зависит от тех людей, которые там, и которые действительно ждут Украины. Ну, то есть у меня вообще такое ощущение, что мы многое не знаем из того, что происходит. А вот к вам двоим вопрос. Вот у вас есть чувство, что на той территории, вот вы видели этих людей, вот кто из России, там, инструкторы, кто руководит этим, или внешне для жителей, там, Донбасса, для граждан Донбасса, вот нашего украинского, да, хоть и оккупированного, все остается так, как было. Ну, например, да, что я имею в виду? Вот кто был там главой райисполкома, он и остался. Кто был там главой каких-то местных, ну, каких-то, я не знаю, там, там, допустим, Горсовета, потом Горано, потом, там, Горздрав, ну, и дальше их же много там было, да, по списку. Эти люди и остались. То есть вот у людей, которые живут там сейчас в Донецке, у них, они понимают, что все-таки это Россия? Или все-таки это вот те же самые люди, которые были, вот для них это, ну, вот поменялось там только что, там, отношение к Киеву, и все? Ну, мне трудно сказать, что там они ощущают Россия, не Россия. А вот вы чувствовали или нет? Или вы все понимали, что живете в Донбассе? Да, ну, какая там Россия? Ну, о чем вы говорите? Председатель исполкома один, я его знаю, ну, по ходу службы, понимаете? Потому что он должен был всегда, как только в музее какая-то авария, сразу, и куда я звоню? В ЖЭК, соответствующий, не спасает, я звоню в службу единого заказчика, не помогает, я звоню председателю исполкома. Тогда весь вопрос решается. Потому что сейчас поддерживается практически очень серьезный порядок. Частота невероятная в городе, в центре. Председатель Кубышевского райисполкома, он был заместителем Ворошиловского, стал председателем Кубышевского как раз перед войной. Очень крепкий руководитель, хозяйственник. Все освещено, все освещено, все подметено, все чистенько, все вывозится вовремя, все замечательно. Но дело в том, что это не заслуга военного времени, но это заслуга двух этих человек, к примеру, что они поддерживают это. Но это еще дань традиции. Вы же знаете все, как у нас в Донецке всегда было чисто. Всегда. По крайней мере, в центре города у нас всегда вывозился во время мусора, все было подметено, все было пострижено, всегда было все освещено. У нас всегда было очень чисто и очень красиво в городе. И это поддерживается. Это с одной стороны. С другой стороны, вы говорите, русские, где вы видите? Ну, могу, например, на рынке их полным-полно ходит. Или садишься в трамвай, кто-нибудь вооруженный, ну, не вооруженный, вот в этой форме зеленых человечков, между собой спрашивает, где вы хотите, где вы хотите. Они понятия не имеют, где вы хотите. Они города не знают. Ну, и говор, вы же понимаете. Вот, это да. Я помню, когда нам новоиспеченным директорам, вернее, директорам новоиспеченной Донецкой Народной Республики представляли министра назначенного, это был Порецкий Александр, когда же нам его представляли, сейчас я не вспомню, так вот представлял человек явно не Донецкий. И он об этом сам сказал. Он сказал, что вы все тут друг друга знаете, а я никого не знаю, я из Приднестровья. Надо что-либо объяснять? Не надо ничего объяснять. Неграмотному человеку, может быть, и надо. А мне ничего не надо объяснять, мне и так все понятно. Ну, у нас были разные ситуации. Например, однажды в воскресенье я прибежала, ну, там все бурлило, в феврале, может быть, в начале марта. Я захожу в музей, а перед этим вошли двое людей, и один из них был из Life News. Это российский. Да, и ему нужен был интернет. Они у меня спросили, интернет? Я сказала, что интернета в музее нет. Ну, и это, как бы вам сказать, это было правдой и неправдой, потому что интернет был, но он ужасно работал, просто ужасно работал. И я еще ошиблась, сказала, что взрыв был на химзаводе, а на тот период, когда стекла вылетели, это когда машину Пушилина подорвали рядом с музеем. Вот тогда это было, а то второй раз уже дополнительно. И еще была, например, такая ситуация, я вам сейчас скажу с точностью до дня. 28 августа 2014 года обстреляли именно дом, где я живу. Вот именно его обстреляли, и все вокруг. У меня там окна полетели, ну, в дом летели два снаряда. В соседний дом там много чего было, повреждений очень много. С частностью частно сгорел и так далее. Ровно через пять минут, когда закончился обстрел, ну, народ весь вышел на улицы, смотреть весь этот кошмар, весь этот ужас, где у кого что случилось, кому помочь, что делать и так далее. И тут никого, представителей власти, уже никакого не было вообще. Зато приехали телевизионщики. Я спрашиваю, вы из какого телевидения? Life news. Ну, кому что нужно объяснять? Опять повторяю, мне объяснять ничего не нужно. Вот и все. Они точно знали, где будет обстрел, когда будет обстрел. И ровно через пять минут они тут появились. Насколько российские каналы, которые сейчас вещают в полной мере вот на этой оккупированной территории, погрузили вот граждан Донбасса вот в какую-то российскую, действительно? Не на сто процентов. Да? На триста. На триста. На триста. Далеко не у всех есть тарелка, и далеко не у всех есть интернет, и далеко не все владеют интернетом. Там есть категория людей, очень много людей больных. Есть люди, которые просто не могут выехать, потому что они сидят то ли с больными родителями, то ли с одним из них, то ли с детьми. И очень много такой ситуации. Есть люди, которые никаких, так сказать, обуз не имеют, но не могут выехать, потому что у них нет финансовой возможности такой. Понимаете? Есть люди, которые и имеют финансовую возможность, но не решаются, уже боятся. Уже боятся, уже чего-то, так сказать, есть какая-то опаска. Но они боятся не Украины, они боятся, что они не устроятся, как оно будет. Есть люди просто, которые в силу своего природного характера боятся всего нового. Понимаете? Такой человек, как я, я всегда в новое кидаюсь, никого не спрашиваю. Я иду первое. А не все ж такие. Вот можно перебью и два слова по этому поводу. Есть очень много людей, для которых важно понятие дома. Вот жить в своей квартире, смотреть в окно и видеть то самое дерево, которое было под этим окном, я не знаю, 30-40 лет. Вот очень трудно себя, как это дерево, вырвать из почвы и переселить куда-то. Вот это вот совершенно у многих людей не укладывается в голове. Вот. И они, вот люди, которым дорого понять эти дома, они живут вот в своей вот этой вот реальности. По поводу России или Украины, у меня тоже такое ощущение, что это, конечно, не Россия. Кстати, вот возвращаясь к теме порядка на улицах, у меня есть возможность наблюдать, ну, действительно, российскую территорию. я часто езжу еще и в Севастополь. Вот. К дочери. Да, к дочери. В Севастополе такая штука, как урна, вот, ее невозможно найти в местах, далеких от исторического центра. Вот, соответственно, можете себе представить, что на улице. Вот я гуляю с внуком, вот, салфетка, что-нибудь, куда вытянуть? некуда. Мы проходим там 300 метров, 400 метров, 500 и так далее. Завели специальный пакет в коляске, просто, чтобы выбрасывать бумажки. Вот, урн нету в городе Севастополе, который, ну, в общем-то, сами понимаете, какой город. так что, вот, в Донецке как-то, действительно, и не так, как в России, но уже и не так, как в Украине. Вот, происходит какое-то зависание между. Ну, и стремление вернуться в советское прошлое, которое... Калбасе за 220. Да, 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 которое многим людям, оставшихся там, кажется, ну, абсолютно идеальным, в силу того, что они тогда были молоды и вспоминают это время ностальгически. Возможно, и так. Но понятно, что и вернуться нельзя, вот, и Россия как-то не очень хочет забирать их тоже. Чувствуете, какое, вот, какое детское ожидание за этим словом? возьмут на ручки, унесут куда-нибудь от вот этих вот всех свалившихся проблем и уход от Украины. Я хочу, знаете, что сказать? Во-первых, я хочу об урнах сказать. Откуда взялись урны в Донецке? Знает каждый взрослый человек, старшее поколение. И вот я даже не имею представление. А вы не старшее поколение. Был такой Владимир Иванович Дегтярев, первый секретарь кома партии. Это он стал наводить порядок и сказал поставить на каждом углу урны. И когда стали урны там исчезать, там все такое прочее, будем ставить до тех пор, пока не приучим людей ими пользоваться. И таки за 40 лет это очень сильно удалось. Понимаете? Все-таки надо воспитывать. Это что касается чистоты. Соответственно, традиции. Создал традицию, поддерживали традицию и она существует. И мы всегда этим очень гордились. Теперь, что касается детскости, о которой Элина заговорила. Я глубоко убеждена, что советское общество было общество потребителей. И ждем венцев. За меня все решит страна, руководство, мудро-коммунистическая партия. А человеку и не было дано возможности свою судьбу самому решать. Вот это очень серьезный момент в психологии, которая осталась у советского человека старшего поколения. Ему кто-то должен, кто? Страна, государство, власть. Ему кто-то должен что-то обеспечить. Пусть и 120 рублей, так я же 120 рублей ездил в Крым каждый год. Вот так вот, понимаете? А сейчас нет этого. Альгебенчество осталось, мысль осталась такая, позиция такая осталась. По-другому не научились ни жить, ни думать. Вы знаете, вот в конце наших разговоров, простите, у меня было много в студии ребят выходцев из Донбасса. Но в большинстве своем они, ну уж извините, им там лет по 30, у них, кажется, им все, им легче, наверное, все-таки, как вы говорите, расставаться с квартирой, откуда ты видишь любимое дерево. Ну правда ведь, им легче. Поэтому вы, вам сложнее. Я знаю, что сложнее. И я думаю, что сложнее. Но, и поэтому, наверное, вы имеете исключительное право вот обратиться к украинцам, которые никогда не были на Донбассе. И которые, может быть, хотят понять, что там происходит, какие там люди живут. И у вас есть еще одно достоинство. Вы же люди искусства. Вы умеете, если хотите, облекать простые вещи, может быть, в эмоциональные. И вот я хочу попросить каждую из вас обратиться и сказать украинцам, вот от имени тех людей, которые там остались, от имени тех, кто выехали и должны найти теперь новый дом, из которого они будут видеть какое-то близкое для них дерево, у которых остались там родственники. Вот вам слово. Вы знаете, я довольно много ездила по миру. Ну, в принципе, немало по Украине. Я не встречала настолько злости, неприязни. Наоборот, и сейчас здесь, вот в Киеве, где я сейчас живу, уже почти полтора года, я никогда ни от кого не скрываю, откуда я. Я сразу говорю, что я из Донецка. Наоборот, люди хотят помочь. Люди протягивают руку помощи. У меня даже появился любимый водитель, который меня узнает после одной поездки, он всегда говорит, что я вас давно не видел, а с новым роком побачил, вот позавчера на вперше, разумеете. Это так греет душу, куда бы ни поехал, вот сейчас жду гостей, своих коллег. Одна едет из-за Львова, другая едет из Непродзержинска, теперь Каменске. Это разные точки, да? Вот. Ну, я вам просто передать не могу. Я, там у меня остались друзья, любимые, хорошие люди, честные, порядочные, прекрасные работники, хорошие семьянины, родственники остались. Как бы в наши отношения вмешалась третья сила. Вмешалась третья сила. И мы не успели разобраться. Нам не было дано на это времени. А мы все равно одна семья. А мы все равно одно целое. И мы очень хорошо понимаем друг друга. пусть там рассказывают про бандеровцев, пусть нам тоже рассказывают, что там какие-то сплошные предатели. Нет, мы одна семья. И когда, как только бы вот они, вот наших детей возят на западную Украину, да, и они ощущают себя в одной семье. Их там прекрасно принимают. Наоборот, дети приезжают из из-за Львова, ну я не знаю, из Черновцова, из Тернополя едут куда-то на Доничину. Их точно так же прекрасно принимают. Я когда еще в управлении культуры работала, мы ездили на стажировку в Анафранковскую область, во Львовскую область музейщики ездили. Всегда прекрасно принимали. И в Крыму прекрасно принимали. Понимаете, человек все равно он дуален, как и все в мире. Но если придет какая-то третья сила и не хватает времени, чтобы понять, что это такое, как это, понимаете, когда обухом по голове тебе дали. Придет время, мы разберемся. Я не из тех, кто будет секирами башки срывать, нет. Надо уметь прощать. Нас к этому Бог призывал. Элина Михайловна. Ну я как преподаватель скажу, наверное, более глобально. Вот как бы мы не воспринимали войну, откуда бы она не появилась, все-таки говоря словами одного героя в собачьем сердце Михаила Афанасьевича Булгакова разруха, ну собственно и война, она в головах. Что должно происходить в голове, чтобы войны и разрухи не было? Ну по-моему в первую очередь нужно понимать, что то, что мы разные, это не повод для вражды, а повод для взаимного интереса друг к другу и для диалога. Вот. Второй момент. Нужно понимать, что в войне нет, не действуют арифметические законы. Там убили больше, тут меньше, там люди не делятся на разряды, бесценно одна единственная человеческая жизнь. То, что в этой войне досталось обоим сторонам, это абсолютно безусловно. И думать нужно именно про это, думать нужно именно про взаимное сочувствие и понимать, что в общем-то сострадание и милосердие в конце концов сильнее войны. И можно на завершение стихотворения? Можно. Когда шуба велика накрыла нас всех, и за духа настала велика велика, и в уста океану посохли навеки, он постав перед нами провина и грех. Как начался великий потоп, он стоял под дощем, под которым ничем не треба, и залезу важке насувалося с неба, только он порожене чудово спритуляв, только друзи нични теревенять и снова кличе его додому сова дуркувата, хиба можно полишите рідного брата, когда курева шляху спотворила кров, и на рюкся медузой он и поплыв у зелене життя и в повітря зелене. Брате, Кайне мій, повернися до меня, ты не вбив меня, Кайне, справді не вбив. Спасибо вам огромное, спасибо, что были сегодня в нашей студии, Галина Михайловна, Галина Владимировна, спасибо вам огромное, а я хочу напомнить нашим зрителям, что сегодня в нашей студии были авторы такой замечательной антологии, антологии украинских писателей Донбасса, которая называется Порода, я думаю, что это уже можно купить тем, кто интересуется, тем, кому интересно, какие там люди, писатели, поэты были на Донбассе, всегда можно, я думаю, найти это в книжных магазинах, а вам спасибо огромное, и дай вам Бог, спасибо большое, спасибо вам, А это был Калайф ТВ. Калайф ТВ.